И вот сейчас мы работаем над тем, как совершить туда пилотируемый полёт. Однако сторонники теорий заговоров и просто безумцы уже сейчас готовы сказать вам, что человечество уже давно побывало на Марсе. Эти безумные, но весьма интересные истории так и останутся историями, по крайней мере до тех пор, пока мы наконец не ступим на поверхность Красной планеты. Ну а пока давайте рассмотрим самые интересные теории, связанные с нашим космическим соседом. Сотрудник НАСА видел людей на Марсе в 1979 году. В 2014 году женщина, которая представилась просто Джеки, позвонила на радиошоу американской радиостанции Кост-О-Кост А.М. и заявила, что в 1979 году на Марсе побывали люди. И что более интересно, она была свидетелем этого события. Джеки заявила, что в то время она работала в НАСА, и её основной работой было получение телеметрии с космических аппаратов. Во время выполнения своих обязанностей, она увидела через канал прямой трансляции НАСА, как по Марсу идут два человека. Женщина уверяет, что они оба были одеты в скафандры, но не совсем в такие тучные, как ожидается увидеть у обычного астронавта. Со слов Джеки, люди шли по линии горизонта в направлении марсохода Викинг. Джеки поплевать, что свидетелями этого события вместе с ней было ещё шесть сотрудников НАСА. Когда эти люди попытались быстрее сообщить всем остальным об увиденном и выйти из комнаты, то обнаружили, что входная дверь была заперта, а окошко двери завешено бумагой, чтобы никто другой не смог в неё заглянуть или войти. Разумеется, до сих пор ни один из этих шести предполагаемых сотрудников не вышел на связь с Джеки, чтобы подтвердить её слова вместе с ней. Согласно Гильберту Левину, на Марсе есть скрытая жизнь. Американский инженер Гильберт Левин известен больше всего своей книгой, которой, как ему кажется, он доказал, что в 1976 году на Марсе была жизнь. В книге рассказывается об эксперименте, который получил название Label Release. Он проводился с помощью первого марсохода Викинг. Левин заявляет, что, используя методы, которые были приняты и одобрены агентством НАСА, эксперимент показал наличие органической жизни в образцах марсианского грунта. Однако проводившиеся в то же время два других эксперимента не совпали с результатами первого. И поэтому эксперимент Label Release был не воспринят всерьёз и впоследствии был забыт. Несмотря на нежелание полностью соглашаться во мнении с Левином, Крис Маккей, сотрудник исследовательского центра ЭМСА при НАСА, как-то заявил, что есть вероятность, что результаты двух других тестов, которые проводила НАСА, могли оказаться ошибочными. Он заметил, что контрольное исследование проводилось в чилийской пустыне Атакама. В его рамках использовалось точно такое же оборудование, которое использовалось на ровере, но оно не показало наличие никаких органических молекул, даже несмотря на то, что известно, что в Атакамской почве действительно содержится органическая жизнь. Теория панспермии. Мы все пришли с Марса. В 2013 году два разных и весьма видных ученых неожиданно одобрили спорную теорию панспермии, согласно которой жизнь на Земле не появилась, а прибыла из другого места, в данном случае с Марса, в виде молекулярных форм верхом на астероиде, который заселил этими молекулами нашу планету. Оба ученых, один из них Стив Бойнер, занимающийся вопросами природы жизни, а другой, Кристофер Аткок, ведущий автор данного исследования, согласились во мнении, что все это очень и очень вероятно. Вообще, теория панспермии взяла свое начало еще в пятом веке до нашей эры, когда древнегреческий философ Анаксагор сделал на нее ссылку, хотя и не в таких подробностях, какой она представляется сейчас. Она пережила множество веков и добралась до наших дней, когда в 1984 и 1996 годах на Землю упали астероиды, в которых были найдены органические молекулы. Теория панспермии вновь обрела популярность. Большинство современных ученых сейчас соглашаются с тем, что Марс когда-то миллиарды лет назад был совершенно другой планетой. У него была плотная атмосфера и океаны из жидкой воды. И возможно, если учесть все это, то планета могла поддерживать жизнь. Странная находка на Марсе В сентябре 2015-го искатели НЛО, анализируя фотографии марсианской поверхности, обнаружили, как им показалось, ни много ни мало звездные врата, наполовину погребенные под грунтом. Людей перед тем, как они сделали такие выводы, в первую очередь привлекли очень ровные линии объекта. Кроме того, на снимке также отмечалась площадка по форме напоминающая часть давно разрушенной крыши какого-то сооружения. В центре площадки находилось странное круглое сооружение, которое напоминало ворота. Хотя данные безумные теории вполне соотносятся с предположениями о том, что на Марсе когда-то существовали древние цивилизации, в данном конкретном случае это наблюдение не имеет никакой научной почвы. И что более важно, доказательств. Даже если бы было сказано, что этот объект имеет искусственное происхождение, что само по себе было бы невероятным открытием. Но нет никаких предпосылок считать, что это сооружение является каким-то порталом в другие миры. Интереса ради, все же стоит отметить, что в древних письменах, найденных на Земле, нередко говорится о подобных тоннелях, которые связывают нашу планету с Марсом, что в конечном итоге делает такие находки еще более интересными и загадочными. Тем не менее, у того же НАСА, похоже, нет никаких комментариев на этот счет, но некоторые конспирологи предполагают, что агентство просто очень боится этих древних технологий и поэтому старается как можно быстрее добраться до Марса, пока это не сделал кто-то другой. Марсианская ядерная война. В 2014 году профессор физики плазменных частиц Джон Бранденбург заявил, что Марс в рамках своей теории испытал как минимум два больших ядерных взрыва. В качестве доказательств своей теории Бранденбург сослался на наличие большой концентрации ксенона-129 в атмосфере, а также повышенной концентрации урана и тория в грунте планеты. Более того, в отличие от других ученых, Бранденбург не верит в то, что эти взрывы могли произойти каким-то естественным образом. Началось все с того, что в 2011 году Бранденбург заявил, что в регионах Кедонии и Утопии на Марсе, которые указывали бы на наличие здесь когда-то продвинутой древней цивилизации, кроме того, здесь произошла, вероятно, ядерная катастрофа. И хотя Бранденбург изначально предположил, что эта ядерная катастрофа, вероятнее всего, носила природный характер, кое-что странное с этими регионами не давало ему покоя. Поэтому он продолжил свои исследования. К 2014 году Бранденбург уже был четко уверен в том, что эти два места содержат признаки ядерной катастрофы. И еще сильнее поверил в существовавшую здесь древнюю цивилизацию. Бранденбург заявил, что верит в то, что взрывы были совсем не природного происхождения, а скорее целенаправленные. По его мнению, он нашел уверенные доказательства того, что для взрывов использовались атомные бомбы очень большой мощности. Лицо и древний город Кедонии Возможно, самой яркой загадкой Красной планеты в глазах современного мира было обнаружение лица на Марсе, которое впервые было показано миру в 1976 году среди множества фотографий, которые были сделаны во время миссии марсохода «Викинг». Впервые его увидев, большинство людей согласились с мнением, что на фотографии марсианской поверхности они действительно видят объект, который напоминает лицо. Дальнейшее изучение региона Кедонии, где было обнаружено лицо, показало, что этот объект является ничемным, как игрой света. А затем фотографии, которые были получены чуть позже, в 1998 и 2001, это подтвердили. Тем не менее, конспирологи заявляют, что новые снимки были специально сделаны под другими углами, чтобы казалось, что это никакое не лицо. Кроме того, их заставили задуматься слишком уж в четкие линии объекта. Множество странных объектов, увиденных на Марсе. Начиная с космических миссий «Викинг» и до наших дней у людей имелась возможность посмотреть тысячи изображений марсианской поверхности. И хотя на большинстве снимков Марс выглядит совершенно как безжизненная пустыня, на некоторых фотографиях все же можно увидеть весьма странные и порой даже загадочные объекты. В 2015 году, например, появилась фотография, на которой изображены объекты, напоминающие столбы, или даже колонны с нанесенными на них петроглифами. Летом того же года все социальные медиа всколыхнула фотография, на которой, как заявили некоторые, отчетливо видна женская фигура, находящаяся на горной возвышенности. Годами ранее в сети появилось изображение, на котором тоже якобы запечатлена женщина, идущая по поверхности Красной планеты. В 2015 году какой-то глазастый энтузиаст разглядел на поверхности Марса марсианского краба. Согласно официальной версии, все эти находки являются обычной игрой света, однако исследователи и конспирологи верят в то, что камеру не обмануть. И на самом деле, в архивах агентства НАСА находятся гораздо более интересные фотографии, а также данные, о которых не сообщают миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова